Приветствую, друзья! Это аудитория МКЗ. Место, где мы охотимся на знания, а тем, что поймаем, с удовольствием делимся с вами. Потому что качественные знания формируют более качественное будущее. Знаете, в Казахстане сейчас идет очень активный спор, что больше всего тормозит развитие нашей страны внешней либо внутренней факторы. Я все-таки считаю, что внутренних тормозов намного больше. И одним из таких главных тормозов является неэффективный бюрократический аппарат. Есть такая старая шутка, некие 5 правилов старого неэффективного бюрократа. Первое правило – это не думай. Второе правило – если думаешь, не говори. Третье правило – если думаешь и говоришь, не пиши. Четвертое – если думаешь, говоришь и пишешь, не подписывай. И пятое правило – если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешь, не удивляйся. При этом внутри бюрократического аппарата есть немало своих внутренних порочных, червоточин. Во-первых, это контроль через неэффективность. Во-вторых, это синдром временчика. В-третьих, коллективная безответственность. В-четвертых, принцип круговой поруки. В-пятых, это конфликт интересов, когда, выражаясь словами одного из киногероев комедийного фильма «Кавказская пленница», кто-то путает свою личную шерсть с государственной. В-шестых, это когда многие представители государственного аппарата не связывают свое будущее со своей страной. В-седьмых, это постоянные командные перемещения. В-восьмых, это отрицательная селекция, когда кого-то не хотят пускать, кого-то боятся, а большое количество неплохих управленцев уперлись в потолок среднего звена и смотрят, как над их головами постоянно пролетают чьи-то дети, племянники и прочие родственники-небожители. При этом все друг другу не доверяют. Что делать, чтобы казахстанская бюрократия служила не только себе, а стране и народу? Об этом нам сегодня расскажет руководитель Сентерс Групп Эльдар Абдразаков. Здравствуйте, Эльдар. Большое спасибо, что нашли время и желание поговорить на эту очень актуальную для всех казахстанцев тему. Поэтому это аудиториум КЗ в вашем распоряжении. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день. Сегодня Досен попросил меня выступить на тему профессиональной бюрократии, как сделать ее эффективной. Я, наверное, скажу, что у меня своеобразный опыт. Мое первое образование началось так вот в советской высшей партийной школе, в силу развала Советского Союза. Мне сильно повезло, сильно повезло еще и позже, что я позже закончил Гарвардскую бизнес-школу и, наверное, непосредственно соприкоснулся с управленческой системой, как правильно работать. У меня было долгое время, я работал непосредственно, взаимодействовал, представлял здесь интересы больших международных организаций. И последние семь лет я возглавляю Казахстанский совет по конкурентоспособности. У меня есть опыт непосредственно в наблюдательном совете Гарвардского университета по России и Евразии. Поэтому я сегодня постараюсь поделиться с вами своим опытом и взглядом отношениям к бюрократии, какая она бывает, и, наверное, большей частью, какой она должна быть. Следующий. Нужна виза. А где зеленый бланк? Вы не заполнили зеленый бланк. Заполняйте. Следующий. Сэр. Светлый зеленый бланк. Нужна ли стране бюрократия? Когда Досом обратился ко мне с этим вопросом, конечно же, у меня стал вопрос, что такое бюрократия в понимании людей. Потому что мы в своих компаниях понимаем, что такое бюрократия. Наверное, я хотел бы сказать, что сегодня бюрократия для людей ассоциирует, прежде всего, с очередями в госслужбах, с длинными непонятными отписками госслужб. Но насколько вот этот эффект бюрократии является фактической бюрократией, наверное, это то, что Досом сегодня меня попросил ответить. Поэтому сегодня бюрократию я буду, наверное, рассказывать не только относящуюся к государству. Потому что бюрократия – это то, что возникает при появлении организации. То есть как только количество людей становится больше, появляются организации. И люди, которые помогают этой организации быть эффективными, для нас называются бюрократами. Они есть и в государстве, они есть и в бизнесе. Поэтому сегодня я хотел бы ответить на эти вопросы. Что такое бюрократия, как ее сделать эффективной и вообще, стоит ли быть бюрократом. Нужна ли бюрократия? Бюрократия, наверное, сегодня феномен связан с большими организациями, с большой централизацией. То время, когда мы можем использовать коллективный разум, мы можем использовать наши совместные ресурсы, у нас есть общая цель. И сегодня мы четко понимаем, что для развития таких вещей, как железные дороги, даже простые школы, даже к тому мы возьмем простую медицинский госпиталь, все это связано с людьми, которые помогают организовать лучше все процессы. Потому что как только появляется организация, появляются очень узкие специалисты. И эти узкие специалисты нам просто необходимы. Как появляются узкие специалисты, появляются люди, которые непосредственно помогают этим узким специалистам с друг другом работать более эффективно. И эти люди называются бюрократами. Как сформировалась казахстанская бюрократия? Когда мы видим бюрократов, у нас ощущение, что они сложились сами по себе. Конечно же, есть своя история, как складывалась бюрократия. Советская бюрократия заложила основу казахстанской бюрократии. Наши казахстанские бюрократы фактически являются теми советскими бюрократами, которые были созданы для советской системы, когда государство владело всеми активами, было основным производителем и товаров, и услуг. И, соответственно, вся эта система работала, чтобы такие же товары и услуги доходили до советского гражданина. После развала Советского Союза бюрократия осталась на своем месте. Она даже где-то выросла. При том, что мы отдали собственность вроде бы в частные руки, бюрократов, к сожалению, стало больше. И эти бюрократы сегодня пришли из советской системы и, к сожалению, остаются только продуктами этой системы. Эта система на самом деле была эффективна в середине XX века, но, к сожалению, неэффективна сегодня. Как сформировать профессиональную бюрократию? Конечно же, первым вопросом стоит, может ли бюрократия быть эффективной? И я здесь, наверное, хотел бы ответить больше с точки зрения бюрократии, когда она появляется. Бюрократия появляется, когда появляется большая организация. Вы, наверное, замечаете, что если вы с друзьями собираетесь, как только у вас становится больше четырех человек, то сама группа начинает потихоньку распадаться. То есть это эффект общения, человеческого взаимодействия. И сегодня самый большой эффект, связанный с организацией, как обеспечить, чтобы незнакомые друг другу люди могли быть эффективны друг с другом. И для этого нужны бюрократы. Те люди, которые помогают быть более эффективными. Эффект интересен, но он проявляется не только в государстве, он проявляется и в бизнесе. 60% бизнеса – это бизнес до четырех человек. 78% бизнеса – это бизнес до десяти человек. 98% бизнеса – это бизнес до ста человек. При том, что мы все понимаем, чтобы решать большие задачи, нам нужны большие ресурсы, большие группы людей, на сегодня самым больным моментом реализации остается, как можно эффективно управлять людьми, как можно сделать их эффективными, как можно их сделать креативными, и как все вместе мы могли бы создавать новый синергетический эффект. Это непростая задача. Я честно скажу, что Гарвардская бизнес-школа изучает ее постоянно. Для нее вопрос этот более сведен к проблеме менеджмента. И менеджмент сегодня – это тот вопрос, который не относится более теоретически. Это не совсем математика. То есть это не та теория, у которой есть готовый ответ. Каждый год в Гарвардском университете собирается лучшие умы мира и обсуждает один простой вопрос – что такое менеджмент? Вот, к сожалению, у нас этого вопроса пока не звучит. Поэтому вот здесь вопрос стоит – как все-таки сделать бюрократию эффективной? Сегодня я, наверное, бюрократию буду приводить к примеру менеджмента. И, конечно же, здесь в вопросах менеджмента самые основные вопросы стоят. Что для всех нас в конце дня есть бюрократия, есть менеджмент или нет – все мы заинтересованы в одном. Мы хотим, чтобы товары, услуги предоставлялись быстрее, качественнее и дешевле. И насколько вот эта верхняя наша надстройка в виде менеджмента или бюрократии обеспечивает, что наши товары могут быть быстрее предоставлены, качественные и дешевле – вот это, наверное, и измеряет ее эффективность. В Казахстане мы находимся в особом случае. Сегодня мы не можем обеспечить, что все три условия, все три свойства будут присутствовать. Мы не можем сделать это быстрее, качественнее и дешевле. К сожалению, мы относимся к развивающимся над странам, где не бывают все три фактора, определенно реализуемых. Сегодня мы должны четко для себя решить. Большая часть эффективности измеряется. Два из трех. Какие два приоритетных направления мы должны выбрать в первую очередь? Хотим мы это сделать быстрее и качественнее, но мы четко понимаем, тогда это будет недешево. Если же мы хотим понимать, что мы хотим быстро и дешево, то мы четко должны понимать, что это все-таки будет некачественно. Поэтому в задачах любого менеджера, любого бюрократа стоит, какой приоритет мы ставим для реализации. Мы сегодня не можем преследовать все цели. На каждой стадии есть своя задача. Что же все-таки приоритетнее? Сегодня для Казахстана, я думаю, самое очевидное становится сделать нашу работу более качественной. Что мешает создать эффективную бюрократию в Казахстане? Я хотел бы, наверное, чуть более раскрыть этот материал, потому что он связан с предысторией. Я уже говорил, что казахстанская бюрократия появилась на основах советской бюрократии. У советской бюрократии, у советской управленческой школы было три очень эффективных метода подхода. То есть у советской системы была очень сильная кадровая работа. И в советском режиме, вы знаете, кадры решали все. И эти кадры еще до сих пор помогают Казахстану независимому сегодня реализовывать те проекты, которые уже появились во время независимого Казахстана. Вторая школа — это школа планирования. То есть советская школа планировала очень далеко, очень основательно, и они смотрели очень долгосрочно. Очень сильно помогала развитию молодой советской республики. Но, к сожалению, есть и перекосы. Советская система планирования создала систему микроуправления, когда планируется все, буквально до каждой ручки и карандаша, и это планируется с большой определенным взглядом в будущее. При этом она не учитывает, что многие факторы сегодня обладают таким фактором, что они могут не реализоваться. То есть большие технологические изменения, большая конкурентная среда приводит к тому, что сегодня мы не можем уверенно сказать, что произойдет через два года. Не к тому, что сказать, что мы запланировали 10 лет или программа 20-50. Определенные ориентиры нужны. Но планировать очень точно сегодня опыт западных стран показывает, что, наверное, надо относиться более осторожно, более системно к этим вопросам, подходить, наверное, не с тем подходом, который был в середине 20-х. Ну и третья школа, то, что было в советское время, это организационная школа. То есть это школа администрирования. Сегодня у нас осталась, эта школа превалирует во всем. Это школа административного ресурса. То, что большей частью сегодня наше население ее понимает, что административно заставить наша система может. Мы это очевидно понимаем. И сегодня мы понимаем, что система большей частью работает над тем, чтобы человека больше заставить, чем реально мотивировать, заинтересовать, где-то подобрать его лучшие основы и таланты для реализации многих задач. Что нам нужно, чтобы сделать казахстанскую бюрократию и менеджмент более эффективным? Я хотел бы остановиться, что очень важны четыре компетенции, которые до этого в Казахстане не очень сильно развивались. Первое. Это все равно подход организации. Нам нужно научиться понимать, что люди не собираются сами по себе. Даже если они хорошие ребята, нужна специальная система, чтобы сделать их эффективными. Мы внутри ее называем «прыгнуть выше головы». Моя задача как руководителя заставить человека поверить, что он может достичь больших результатов, его заинтересовать в достижении новых ориентиров. И где-то я внутри их называю «прыгнуть выше головы». Поэтому есть специальная внутренняя компетенция. Она связана с организацией. Она связана внутри с групповым поведением, с коллективным разумом, подключением этого коллективного разума, непосредственное взаимодействие. Все эти эффективные части, организационный дизайн, все это приводит к тому, чтобы сделать нашу совокупность, коллектив людей более эффективными. Организация — это то, что нам помогает. Очень слабо в Казахстане поставлено понятие «компетенция управления процессом». Мы очень часто реагируем на вещи, реагируем на их симптомы. К сожалению, большая часть проблем связана с очень слабыми процессами, выстроенными в Казахстане. Многих процессов в принципе не было. Многие процессы сделаны на скорую руку. И сегодня они мешают нам. Мешают не только нам, гражданам, но они мешают и непосредственно сотрудниками, кто занимается этими процессами. Часто люди смотрят над коррупцией как причину проблем. Я бы на самом деле задал бы вопрос, является ли коррупция следствием или это все-таки причина? Я, как профессионал, занимающийся управленческими вопросами, вижу, что большая часть связана с недостатком процессов. Многие процессы оказались очень сложными. Даже сегодня люди на местах не имеют ни полномочий, ни возможности решить те сложности, которые возникают у людей. В целом, для Казахстана надо сказать, что у нас очень хорошие люди. Но, к сожалению, мы не умеем взаимодействовать друг с другом. Мы оказываемся в такой ситуации, когда мы хорошие люди, но когда мы собираемся и начинаем взаимодействовать вместе, мы не можем решать простейшие проблемы. Вот это все связано с управлением процессами. Управление процессов является самым важным. Другая компетенция, связанная с эффективностью менеджмента, связана с управлением рисками. На Западе она воспринимается как предпринимательство. Насколько мы готовы взять адекватные риски? Нас приучили очень давно, что риски берет у нас государство, и, соответственно, человек живет в безрисковом окружении. К сожалению, так не бывает. Каждый раз мы взаимодействуем с рисками, мы взаимодействуем с большой неопределенностью. И сегодня мы должны научиться относиться к этой неопределенности, к этим непонятным будущим ориентирам очень системно, очень, скажем, объективно, и понимать, какие риски мы готовы сегодня взять, а какие риски не стоит брать с самого начала. Потому что здесь не вопрос, какие планы мы построим, вопрос, как мы управляем этой неопределенностью. И вот эта компетенция требует развития у всего населения, и прежде всего у менеджеров и у руководителей. Есть еще одна компетенция, которая в Казахстане очень слабо распознается. Это компетенция управления целями. Как мы можем управлять целями? Не только ставить их на будущее, но еще можем управлять этими целями, и людьми, кто непосредственно движется к этим целям. На Западе это называется performance management. То есть система, когда мы можем ориентировать людей на реализацию каких-то задач, и мы, соответственно, помогаем им достичь этих результатов. Мы не требуем, чтобы они отчитались в какой-то период. Мы работаем над тем, чтобы люди достигли этих целей, потому что мы все заинтересованы, чтобы эти цели реализовались. Очень важная задача здесь – какие цели должны быть, насколько они достижимы, насколько они измеримы. Все эти факторы очень сильно влияют, насколько человек может тогда двигаться к реализации этих целей, и может, соответственно, приносить пользу как для себя, так и для общества и коллектива. Поэтому это очень большая, важная задача управления целями. Мне хотелось бы, наверное, чтобы мы больше, наши руководители обращали на это внимание, понимая, что в Казахстане пока этой компетенции очень слабо она присутствует – это единичные компании, которые сегодня достигли на тот уровень, когда они могли бы объединить усилия людей вместе с усилиями и целями организации. Часто задают вопросы, что нужно – революция или эволюция бюрократии? Можем ли мы эволюционным путем дойти до наших задумок, целей? Или все-таки нужен революционный подход? Сегодня интересно, в бизнесе находится среднее понимание – трансформация мышления, трансформация бизнеса, цифровизация. Многое связано с трансформацией. Но я хотел бы, наверное, сказать, что в поиске этой революции или эволюции я хотел бы, наверное, уйти от этих категорий, наверное, сказать, что большая часть для нас связана, мы называем, прорывные идеи или это все-таки постоянное улучшение. В бизнесе мы часто приходим к тому, что прорывные идеи очень редко работают. То есть прорыв идеи должен четко подразумевать, что люди должны понимать, процессы должны успевать, мы должны обладать достаточными ресурсами, чтобы реализовать наши революционные задумки, чтобы это все реализовалось. Очень редко такие вот прорывные идеи проходят в бизнесе. К сожалению, и, наверное, в такой среде социальной тоже очень редко ее происходит. Очень важно, мы смотрим, что очень важно создать систему постоянных улучшений, когда эти улучшения начинают происходить на каждом уровне. Очень важная вещь. Революцию делают одиночки. Эволюция происходит на массовом уровне. И мы смотрим, что в бизнесе, тот бизнес, который рассчитан на прорывную ее часть, опять-таки, это желание одиночек. Мы смотрим, что большей частью процессы важны для реализации, переведения их на другой уровень. Но в части процесса, мы должны понимать, ни один, даже суперумный человек, даже гений не способен реализовать. Советский Союз развалился, потому что даже идеи сверху, даже лучшие идеи, если они не подхвачены на местах, если нет реализации процессов на нижнем уровне, очень плохо реализуются. Что важно произошло? Важные аналоги. В США в середине 80-х годов, после того, как они поняли причину отставания от Японии, которая была связана прежде всего не с прорывными идеями, она была связана с непосредственными повседневными улучшениями на местах, маленькими, тысячу шагов вместо одного большого прыжка, Япония в 70-х годах прорвалась. И с Соединенным Штатом только до середины 80-х годов пришлось взаимодействовать, работать внутри, чтобы понять, как же все-таки выровнять эту ситуацию. И в середине 80-х появляются концепты, что все-таки, наверное, от прорывных идей надо все-таки большей частью переходить к улучшениям на местах. И вот эти улучшения на местах помогли Соединенным Штатам опять возобновить и достигнуть первенства. Но очень важная часть. Для того, чтобы обеспечить, чтобы люди на месте могли менять систему, очень важно уполномочить людей на местах, брать на себя ответственность. И поэтому очень важно и для Казахстана, и для казахстанских компаний спустить эти полномочия вниз. Мы это называем в бизнесе импаумент. Когда мы отдаем эти полномочия на места, мы можем на месте взять эти полномочия в свои руки и решить эти проблемы. А уже непосредственно система сверху помогает ориентироваться на большие задачи, декомпозировать сложные задачи в простые задачи. И вот это взаимодействие возможности централизованного подхода с решением проблем на местах и дает возможность в бизнесе развиваться, продвигаться очень сильно вперед. С развитием технологий часто задается вопрос, могут ли технологии заменить бюрократию, сделать ее более эффективной или предложить что-то новое. Вы всюду видите, что мы анализируем в своем бизнесе, сравниваем его с развитыми странами, и мы сегодня находимся под большим давлением. Искусственный интеллект дает возможность решать многие проблемы автоматически, без участия человека. Сегодня 19% крупного бизнеса в Европе уже использует искусственный интеллект, хотя бы в нашей индустрии, связанной с финансовыми услугами. То есть шаг за шагом искусственный интеллект начинает заменять человек. Я думаю, при всем, что идет большое развитие искусственного интеллекта, мы пока еще преждевременно, наверное, говорить, что технологий или искусственный интеллект может заменить человека. Было очень много разных подходов. Вы знаете, очень технологичная компания Google, которая прежде всего гордится тем, что набирает самых талантливых людей мира в свою компанию, чтобы они решали самые сложные задачи и проблемы человечества. В какие-то годы были эксперименты, связанные с тем, чтобы убрать систему управления, убрать систему менеджеров, и где система была бы, наверное, то, что называется на английском, плоская. Плоская система, где у людей нет руководителей, нет начальников. К сожалению, тоже не работает. Даже при всем, что сегодня мы ее работаем, начальники не являются начальниками в советском понимании или в казахстанском понимании начальниками. Сегодня нужны люди, которые умеют правильно и эффективно координировать нашу работу. И очень важно, что даже в таких технологических компаниях, обладающих супертехнологиями, сегодня четко понимают, пока люди взаимодействуют с людьми, нам все-таки нужна эффективная координация. Как повысить эффективность организации? Для этого, я думаю, нужно начинать не с цели. Мы своей компанией начали с вопроса. В какой-то момент пришло понимание, что у нас в компании никогда не хватает времени делать задачу или реализовывать задачу с первого раза. Но всегда находится время ее переделать. И для нас, конечно, стал этот вопрос такой жизненным. Мы подошли к этому вопросу, задав, сказали, почему все-таки нам хватает, и у нас хватает приоритетов и времени ее переделать, но никогда не хватает времени делать ее правильно и успешно с первого раза. Что должны мы делать так, чтобы ее решать с первого раза более успешно? Наверное, если вы зададитесь этим вопросом, эта отправная точка будет помогать вашей организации становиться более эффективными. Наверное, внутренние такие базовые вопросы всегда помогают организации становиться более эффективными, чем готовые ответы. Поэтому я хотел бы, наверное, сказать, что сделать эффективную организацию можете только вы. И в этой части лучше начать с вопроса, что мешает вам быть эффективными. Это могут быть процессы, это могут быть люди, это могут быть взаимодействия с другими организациями. Все это непосредственно ложится внутри. Для вас, наверное, найти причину этих проблем очень важно. Но сегодня четко мы должны понимать, как только люди начинают взаимодействовать, организация обладает очень уникальным эффектом. Сегодня только в организациях 1 плюс 1 может давать 5. Это не вопрос математики, 1 плюс 1 равно 2. Организация обладает сегодня таким чудным эффектом, 1 плюс 1 равно 5. Если вы этого не достигаете, наверное, я хотел бы обратиться, чтобы вы должны копаться внутри этой организации, понимать и смотреть, как сделать эту организацию лучше. Для советской, не советской, казахстанской системы бюрократии, наверное, у меня есть свой ответ. Мне большей частью хочется сказать, что сегодня казахстанская бюрократия должна спустить полномочия вниз. Люди должны быть уполномочены решать вопросы. Потому что сегодня согласование многих проблем и доведение ее, мы называем эскалированием, доведение его до верхнего уровня, занимает больше времени и расходов, чем сама проблема. Сегодня наша система не ориентирована на решение проблем. Подход в решении проблем очень важно понять. Он очень счетный. Он очень счетный с точки зрения затрат, времени, эмоций людей. И сегодня я хотел бы, наверное, сгладить. Сегодня казахстанская система должна все больше и больше отдавать полномочий вниз и развивать системы самоуправления и самоорганизации. Наверное, это мой совет для казахстанской бюрократии. Какие кадры нужны для эффективной бюрократии? Этот вопрос волнует нас в бизнесе. Конечно же, хотелось бы, что этот вопрос и волновал и нашу систему бюрократии. Здесь мы исходим от наших мифов. Есть два мифа внутренних. Кадр решает все. Есть и другой миф, который говорит, что незаменимых кадров нет. Где определиться, где эта, скажем, правда посередине? Обычно мы своим руководителям ее говорим, что, наверное, оба принципа работают, но оба принципа могут перекрывать друг друга. То есть очень важна ситуация. Нужно подходить в разные ситуации. Разные подходы очень важны. Кадры решают все. Сегодня самым большим активом любой организации являются люди. Люди являются создателями этого блага. Либо они являются либо активом, либо пассивом компании. Как сделать, чтобы люди были активами непосредственно в компании, или в организации, в стране, очень важно. Потому что у нас много. Мы часто говорим человеческий капитал, мы говорим о талантах. Но являются ли эти таланты капиталом, активом, или все-таки они являются пассивом? Это большой вопрос, который мы ставим каждый день в бизнесе. Поэтому мне хотелось бы, наверное, поделиться этим вопросом, поделиться этой проблемой и с нашими людьми, кто занят системой управления. Очень важно. Кадры решают все. Но кадры, стоящие на своих местах. Мы часто говорим руководителям. Ребята, вы должны всегда понимать, что кадры решают все. Но если вы не научитесь жить принципом незаменимых кадров, нет, скорее всего, вы не будете хорошим руководителем. Это не значит, что вы должны менять любого человека. Но вы должны понимать, что в ваших глазах должно быть понимание. Вы должны четко понимать, какие кадры могут сделать эту работу лучше. Это любая задача любого руководителя в уме держать, что могут ли кадры быть лучше на этом месте. Если вы говорите, что незаменимых кадров ее нету, то это тоже очень голословная ее часть. Большая часть направления сегодня руководителей больше удержать людей, чем привлечь новых. Сегодня у вас нет времени и ресурсов у руководителей менять кадры, искать новые лучше. Потому что сегодня мы понимаем, что статистически 75 новых назначений оказываются неуспешными. Большая часть руководителей боится создавать, привлекать новые кадры, работать с ними, потому что 75% этих руководителей оказываются неуспешными. Поэтому кадры решают все, но незаменимых не должно быть. Что мы делаем в бизнесе? В бизнесе, наверное, самое практичное мы видим, что очень важно посмотреть на кадры в целом. И у нас есть подход ABC, по которому мы говорим, что скорее всего в организации 15% людей делают основную работу. Они даже ее переделывают. Потому что 75% людей, они сегодня, это то, что мы относим категорию B, это игроки класса B, от категории A, B, это люди более ведомые, они готовы поддержать работу. Но у нас всегда в любой организации есть люди, которые уничтожают наш совместный труд. Мы их называем косячниками или категорию C. Те люди, которые непосредственно то, что мы создали вместе, разрушают. И сегодня любой руководитель четко должен понимать, у него есть и игроки класса A, но у него есть и игроки класса C. И сегодня работа непосредственно руководителя — понимать, на каких людей поставить больше, уделить больше внимания, с кем больше работать. Обычно успешные руководители большей частью работают с игроками A и создают им условия. Не очень успешные руководители больше времени тратят на своих косячников, закрывают их проблемы, иногда не могут их распознать. Поэтому для руководителя я, наверное, пожелал бы, что основная задача руководителя — распознать своих сотрудников. Где сотрудники являются очень эффективными, не обязательно они являются очень покладистыми или очень интересными. большей части они являются такими вот очень, скажем, неудобными сотрудниками, теми сотрудниками, которые сегодня не ложатся в наше понимание, они не совсем такие, как мы, потому что любой начальник выбирает любого специалиста такого, как он. Скорее всего, он такой, чуть-чуть другой. Но в том-то и дело, что нужны такие сотрудники, которые интересны, они сегодня взаимодополняют, чем, наверное, повторяют своего руководителя. Поэтому пожелание нашим руководителям все-таки научиться находить людей лучше себя и не совсем такие, как вы. Потому что вы уже на своем месте, наверное, вы свое место занимаете. И если вы хороший руководитель, то, наверное, искать таких, как вы, уже, наверное, в меньшей степени надо. Как сформировать эффективную культуру внутри организации, внутри бизнеса, внутри страны? Мы часто анализируем нашу деятельность внутри нашей компании и понимаем, что самая большая болезнь – это в том, что мы очень много обсуждаем, ставим хорошие цели, но очень часто мы приходим, что эти цели не реализуются. То есть мы смотрим, что у нас часто решение принимается буквально одним человеком, а реализуется большой группой людей. Она приводит к тому, что эти цели не достигаются, они размыты. Наверное, для любой эффективной культуры, или точнее культуры эффективной компании, очень важно, чтобы присутствовал принцип, который мы внутри называем демократурой. То есть это на стадии обсуждения привлекать как можно больше людей, как можно разных голосов, разных позиций, и большей части это связано с неудобными людьми, привлекать их больше к диалогу. Но, с другой стороны, как решение принято, это решение должно проводиться в стиле диктатуры. Поэтому мы ее и называем, наверное, на обсуждении демократия, на реализации диктатура. Чуть-чуть получалось бы по-другому, не как существует сейчас, когда решение диктаторское, а реализация демократическая. Потому что компании становятся неэффективными, если они работают в таком принципе. Поэтому принцип демократуры — это то, что работает в нашей компании. Мы стараемся ее развивать, больше обсуждать, привлекать больше людей на обсуждение, но пытаться реализовывать без каких-то оговорок. Очень жесткий процесс по реализации. Это, наверное, то, что я хотел бы пожелать, чтобы существовало не только в наших организациях, в наших бизнесах, но и, наверное, по стране. Мы, наверное, сегодня очень важно привлекать разные голоса, разные мнения, рассматривать проблему с разных сторон. Но как только мы согласились, пришли к какому-то решению, мы должны двигаться вперед. В этом отношении мне нравятся западные демократии. В западных демократиях может не нравиться президент Макрон или президент Трамп. Но сегодня люди понимают, что они сделали ошибку. Эта ошибка будет им стоить следующие 4-5 лет. Но наступит момент, когда от них зависит принятие решения. И я тоже хотел бы, наверное, призвать нам и наших граждан, и наших руководителей, что, наверное, научиться уважать друг друга, понимать очень веские точки, когда мы должны обсуждать совместно и очень четко понимать, что мы должны реализовать безапелляционно и четко понимать, какие результаты мы хотим достичь, как мы измеряем успех в реализации этих наших инициатив. Поэтому это очень важно для реализации. Что важно в культуре успешной организации? Мы посмотрели на нашем опыте и сегодня приходим к тому, что очень важен принцип конструктивного конфликта. Как только группы или организации начинают жить в гармонии, они начинают отставать. Сегодня наша среда более конкурентная, чем она была раньше. Технологические изменения заставляют нас меняться каждый день. И очень важно, чтобы мы шли не только в ногу с этими изменениями, мы где-то опережали эти изменения. И эти изменения невозможно, наверное, опережать или идти в ногу с ними, если у нас нет вот такого конструктивного конфликта. Когда мы обсуждаем, подходим, мы не гладим друг друга, а четко понимаем, что нам недостает, где мы отстаем, где какие новые возможности у нас есть, кого мы признаем, кого мы недооцениваем. Это очень важные аспекты для реализации, для движения вперед. Поэтому конструктивный конфликт — это сегодня принцип любой новой, очень сильной и эффективной организации. Но все эти принципы не будут работать, если нет внутри принципа меритократии. Когда мы начинаем оценивать людей за их достижения, за их непосредственный опыт, за их квалификацию, вся эта система ложится, она предшествует тому, что человек начинает реализовывать и показывает путь реализации не только для себя, но и, наверное, для всех. Вот эта, наверное, модель успеха очень важна. Какую модель успеха мы закладываем для молодых, очень важно, и она сказывается непосредственно по всей системе вверх. Поэтому создание института меритократии очень важно как в бизнесе, так и на государственном уровне. Что мешает сформировать меритократию в Казахстане? Наверное, любая меритократия начинается с метрики. То есть непосредственно для того, чтобы понимать, кто лучше или хуже, а это мы должны признавать. Если мы занимаемся меритократией, у нас должна быть оценка. Но эта оценка должна прийти по объективным показателям. Поэтому, прежде всего, в Казахстане, я считаю, чтобы дойти создать эффективную меритократию, нужно создать очень эффективную систему оценки эффективности людей на своих местах. Это очень непростой вопрос. Он связан непосредственно с интеграцией с процессами. Поэтому я до этого говорил, что управление процессами сегодня самое слабое направление, развитое в Казахстане. непосредственно вовлечение процессников, процессников, которые могут показать, какие процессы на каком этапе являются приоритетными, как они измеряются, очень важная вещь. Поэтому номер один — это метрика. Метрика — измерение эффективности бюрократов, специалистов, управленцев. Это является сегодня самой важной частью в Казахстане. Что стоит на втором месте? Для меня это хронизм. Хронизм, связанный с тем, что мы назначаем на позиции людей, понятных нам. И вот это, я думаю, сегодня является барьером для быстрого развития в Казахстане. Потому что многие назначения происходят на более, на факторе, связаны фактором знакомства. Сегодня мы видим, что назначение руководителей с одного места на другого сопровождается движением команд. По-большому для меня, как руководителя, признак того, что, к сожалению, руководитель не очень уверен в своей кадровой работе. Потому что специалисты есть на каждом месте. И прежде всего специалистов надо искать на том же месте, потому что он больше в теме, он больше понимает процессы, он больше знает людей. Потому что процесс внедрения, интегрирования нового руководителя занимает от минимума от 6 до 12 месяцев. То есть это процесс, когда любой руководитель теряет эффективность на этой основе. То есть каждый руководитель должен понимать, что сегодня он четко должен работать с профессионалами, уже существующими, быстрее их отбирать. Вот система отбора, подбора профессионалов на свои места, к сожалению, сегодня тоже очень слабо присутствует в Казахстане. И это основная причина. Как следствие, как симптом мы видим хронизм. Когда мы уже понимаем, что мы не можем найти адекватных специалистов, потому что основная причина у нас нету этой компетенции, приводит к тому, что мы назначаем людей, которым мы верим, понимаем, которые нам, во всяком случае, более комфортно нам работать с ними. И это очень большая проблема для Казахстана. Но как нам вырастет эту миротократию? Я хотел бы, наверное, сказать, что это начинается не только на уровне, когда человек достиг эту систему. Она начинается намного глубже. Иногда начинается, не иногда, а часто начинается из семьи. Когда мы оцениваем своих руководителей, у нас есть разные показатели его качеств. Многие качества, такие как лидерство, высокие внутренние стандарты, его возможность уверенности в себе, коммуникации, они связаны сегодня с нашими семейными ценностями, с ними семейными традициями, семейным поведением. Поэтому я хотел бы сказать, что очень важно сегодня посмотреть нам глубже, саму семью. Как мы относимся к работе, чего мы хотим достичь, какими целями мы ориентируем своих детей. Мы ориентируем их, чтобы они быстрее стали успешными, больше заработали денег и цель оправлого средства. Если эти ценности преобладают в наших семьях, скорее всего, мы получим людей, которые, когда вырастут, будут действовать в таком же русле. Мне очень нравятся разные культура, разные принципы. Я, наверное, рекомендовал бы, наверное, все больше и больше это изучать. Мне очень сильно нравится принцип корейских семей. В Корее очень важно для родителей принцип не жаловаться на работу. Ни одна корейская семья не жалуется на саму работу. И это приводит к тому, что дети тоже не жалуются на работу. То есть у нас не появляется поколение, не у нас, в Корее, не появляется поколение иждивенцев. Каждый из них понимает, что работать надо, что нужно выкладываться. И это очень важно для того, чтобы из семьи сегодня мы внесли такие ценности, что нужно быть, нужно выкладываться, что трудоголик не обязательно лох, и что сегодня нам нужно выкладываться. Если мы хотим развить лучшие свои качества, оно связано с тем, насколько мы выкладываемся. Это очень важно, потому что большая часть талантов остается нереализованной, потому что ребята не могут выкладываться, они считают, что показать себя с лучшей стороны или максимальное развитие качества сегодня не поощряется окружению. Вот это часть вторая, непосредственно школа. Потому что та школа, о которой мы сегодня говорим, что у нас хорошо математика идет, мы хотели бы развиться там, мы показываем, что по многим показателям международным, ПИЗа и прочее, мы находимся на высоких местах. Но сегодня очень важно понять, что любая школа обладает идеологической платформой. Сегодня, к сожалению, наши школы не готовят, я бы сказал, пахарей. Сегодня они не готовят ребят, которые выкладываются. Сегодня мы больше их учим, что всегда можно каким-то образом обойти непосредственные показатели и дойти или дойти коротким путем. Сегодня, к сожалению, это не лучший способ. Он не то, что может нам помочь. Сегодня наша школа четко должна помочь и бизнесу, и государству четко выявить тех людей, которые сегодня обладают определенными талантами, могут выкладываться в реализацию этих талантов, развивают какие-то новые, скажем, свойства и качества, которые, может быть, сегодня непонимаемы или невосприняты общественно, но в будущем, уже сегодня распознаны школы, и в будущем могут помочь нашей системе. Поэтому очень важно, чтобы система, школьная система помогала непосредственно ее развитию. Ну и другая ее часть, после того, как мы переходим из семьи и школы, очень важно для молодых ребят, и я вот хотел бы обратиться к родителям, очень важно, кто будет у них первым руководителем. Потому что сегодня любой молодой человек закладывает модель поведения, прежде всего, со своим первым руководителем. Какого руководителя он попадет, как он будет себя реализовывать, будет показывать, как он будет дальше реализовывать себя в будущем. Потому что модели поведения закладываются непосредственно с первым опытом на работе. Я очень сильно не рекомендую своим детям, своим племянникам идти в государственные учреждения, потому что очень трудно связать эффективность и усилие человека, молодого человека, с его оценкой на работе. Постарайтесь, чтобы ваш ребенок попал в ту среду, когда его реально оценивают за его усилия, за его качество, за его таланты, за его реализованные проекты. Поэтому это очень важно. Если мы можем создать эту систему, она будет сказываться, она будет производить людей очень эффективных, очень уважающих свое мнение, очень уважающих свое достоинство. И, наверное, это очень важно сегодня для построения нашей эффективной меритократии. Бюрократия прежде всего создается для решения проблем. И вот как создать систему и эффективную систему управления, которая очень адекватно решает наши проблемы? Первый вопрос, конечно же, как решать проблемы? Я хотел бы к этому подойти с другой стороны. Часто я вижу, что наши управленцы пытаются решить все проблемы. Я считаю, что это очень неправильно. Я думаю, нужно поменять подход и мышление наших управленцев. Потому что тот вопрос, который я хотел бы адресовать им, стоит прежде всего в одном. Можем ли мы решить все проблемы? Достаточно ли у нас ресурсов? Достаточно ли у нас квалификации? Соответствует ли это нашим целям? Очень важно понимать, что мы не в состоянии решить все проблемы. Мы сегодня ограничены и ресурсами, и талантами, и возможностями. Поэтому очень важная задача стоит, что мы должны решать самые важные проблемы. Потому что мы видим сегодня, что проблем много. Проблемы не решаются. И мы начинаем очень академично пытаться решить все проблемы. Я хотел бы, наверное, сказать, да, к сожалению, мы будем жить в таком состоянии, когда проблем будет больше, чем решений. И сегодня для нас очень важно научиться решать прежде всего самые важные проблемы. Этим будет измеряться эффективность бюрократии. Это важно, да, как на производстве, как в организации, так и в стране. Сегодня мы прежде всего должны ориентироваться на решение самых важных проблем. И тогда вопрос встает, есть ли более профессиональный системный подход к решению проблем? Что интересно, за последние 50 лет очень сильно развита система подходов к решению проблем. Сегодня решение проблем стало таким же предметом, как математика в западных странах. Я очень сильно рекомендую нашим управленцам обратить на это внимание. Обратить внимание к пониманию, что такое проблема, кто такая проблема, как проблемы приоритизировать, как к ним подходить, кто лучше всего может подойти к проблеме, какие проблемы, в какую очередь ее ставить. Очень важно. И я сегодня очень сильно рекомендую нашей системе, наверное, управленцам обратить на это внимание все больше и больше, ставить вопрос проблем-солден, к решению проблем, подходить к ним более системно. Обычно, когда мы беремся к решению проблем, мы очень сильно реагируем на симптомы проблем. Мы часто не понимаем саму проблему, и мы очень редко понимаем причину проблем. Я хотел бы, наверное, сегодня привести такую аналогию. Вы знаете, в медицине определяет 200 симптомов. Повышенная температура, или, скажем, падение настроения, недостаточная энергия. Это все симптомы. Сегодня в медицине располагается, что есть 200 основных симптомов. Из этих 200 основных симптомов складывается 14 тысяч болезней, которые медики оценивают. Дальше мы уже смотрим, что причинами их внутри может оказаться, вот мы страхование внутри ее распределяем, есть более 74 тысяч причин. Я хотел бы, наверное, на самом деле и смотреть, что мы при подходе к решению проблем четко понимали, какие симптомы мы видим, на что мы реагируем, какая проблема, болезнь нас преследует, и причины этой болезни для того, чтобы решить эту проблему. Часто в Казахстане мы реагируем на симптомы. И это, наверное, проблема в том, что мы сегодня не можем прийти к общему разговору. Мы очень поверхностно понимаем проблемы. И очень важно, чтобы сегодня мы более глубже и более системно подходили к самим проблемам. Часто легче всего отношение к проблеме ассоциируясь непосредственно с вопросом, кто является проблемой. Что самое интересное, это самая легкая ее часть, и сегодня для людей, выросших в Советском Союзе, с типом мышления советским, это является самым легким подходом. Кто является проблемой, это самое легкое. Потому что, что интересно, эмоционально мы переживаем это намного легче. Потому что очень трудно понять, что является проблемой, где ее причины, как к этой причине дойти. Это требует очень высокой квалификации, это требует взаимодействия с многими специалистами. Это очень сложно решить. Самое легко найти подход, кто является проблемой. Как только мы нашли, кто проблема, у нас автоматически, мы четко выражаем ее непосредственно в людях. Поэтому я честно скажу, легче быть политиком, чем быть бизнесменом. Потому что в бизнесе нам приходится решать причины проблем, нам нужно ее решать более эффективно и быстро. В политике очень легко, наверное, обратить внимание, кто является проблемой. Как подобрать эффективного бюрократа? Я, наверное, постараюсь ответить вопросу, как подобрать эффективного руководителя. Поэтому этот вопрос волнует нас в бизнесе каждый день. И я думаю, с подходом из бизнеса мы могли бы потихоньку его распространить и на государственную систему. Если посмотреть на работу руководителя, она очень сложная, она непонятная, связанная с кучей факторов. Но с другой стороны, ее можно очень сильно упростить. Потому что работа руководителя тоже не очень сложная, она очень простая. Любому сотруднику на работе от руководителя требуются ответы только на три вопроса. Что мне делать сейчас? Как мне это делать? И изредка задается вопрос, зачем мне это делать? Тот руководитель, который может ответить на все эти вопросы, три вопроса, большей части даже на два, является эффективным руководителем. Он четко понимает и дает направление человеку, что ему делать сейчас, как ему делать. Ну и самые, мы считаем, очень хорошие руководители, лидеры могут очень внятно объяснить человеку, зачем это ему делать. Вопрос. Это определяет эффективного руководителя. Но эффективный руководитель, конечно же, его задача не очень упрощена в таком виде. Она связана с тем, что все-таки, какие приоритеты он ставит на своем рабочем месте. Очень важно, чтобы руководитель не бросался на решение всех проблем. Невозможно решить все проблемы. К сожалению. При всем желании не было бы потребностей в руководителе, если бы у нас не было количество проблем, не превышало бы те ресурсы, которые у нас есть сегодня. Очень важно подойти к принципу. Есть принцип Паретта, когда 20% проблем решает 80%, дает 80% эффекта. Для эффективных менеджеров я, наверное, сказал бы еще внутри, что даже внутри этих 20 есть еще порядок принцип Паретта 20-80. То есть она приводит к тому, что 4% проблем дает 64% эффекта. Я хотел бы рекомендовать нашим руководителям концентрироваться на самых приоритетных задачах. Научиться определять приоритеты. Потому что все, что требуется от руководителя, решать самые важные задачи. От него не зависит от того, что он 24 на 7 работает. От него зависит от того, как эффективно и как быстро он решает самые серьезные проблемы, которые не могут решить простые земные люди. Поэтому в этом определяется эффективность руководителя. Фокус на приоритетах. Еще хотел бы, наверное, сказать, что эффективный менеджер отличается от неэффективного тем, что большей частью эффективный руководитель концентрируется не на решении самих проблем, он переходит в стадию поиска проблем. Потому что решение проблем всегда имеет какую-то пассивную форму. Возникла проблема, и руководитель начинает реагировать на нее. Эффективные менеджеры уже идут на опережение. Всегда любой эффективный руководитель начинает искать проблему. Он начинает искать источник этих проблем и действует на опережение, чтобы эти проблемы уже не загрузили в саму систему. Поэтому и, наверное, другой фактор, который определяет эффективного менеджера, фокус на поиске проблем, чем решении проблем. Большей частью надо спустить полномочия для решения проблем уже непосредственно своим коллегам, а самому заниматься поиском проблем. Почему уезжает молодежь? Почему Казахстан теряет свои таланты? Этот вопрос, наверное, беспокоит на всех. Беспокоит меня как родителя, потому что старшие мои дети тоже учатся за рубежом, и мне хотелось бы, чтобы они в какой-то момент возвращались, вернулись в Казахстан. Но сегодня я хотел бы, наверное, здесь ответ дать и как руководитель, и как отец, и как гражданин на взгляд на эту проблему. Молодежь уезжает. Я не хотел бы, наверное, подходить общим подходам. Сегодня one size fits all, то есть один размер на всех. Я скажу, что, наверное, причины разные. Они разные, как различаются, как различаются сами ребята. Ребята тоже разные. Есть ребята, которым, в принципе, интересно узнать что-то лучшее. Они хотят узнать новые профессии, новые компетенции. Дочка у меня изучает cognitive science, которого нет в Казахстане. Это ей больше интересно, все больше и больше ее увлекает. Конечно же, дети ищут какие-то новые ориентиры, новые компетенции. И сегодня нужно сказать, что наша система, те профессии, которые мы предлагаем, сегодня не удовлетворяет большинство детей. Ребята ищут что-то лучшее. Большой фактор, конечно, разложится на том, что в Казахстане взращенная культура стремится к лучшему. Что очень хорошо, что ребята стремятся к самому лучшему. И ребята четко понимают, что лучшие университеты, это, конечно, Гарвард, Стэнсфорд, MIT. И, конечно же, нужно учиться там. И они предпринимают все усилия, чтобы оказаться в лучшем университете. Если не в самом лучшем, то хотя бы в десятке лучших, в пятидесятке лучших. К сожалению, казахстанские университеты не соответствуют, не стоят в первой сотне университетов. И это, наверное, естественное желание детей, которые мы взращиваем внутри наших семьях, при том, что они могут быть большими патриотами, мы взращиваем тем, что они должны достигать лучших, наверное, величин, и в этом случае лучших университетов. Это приводит к тому, что дети едут учиться там. Есть и другая причина, от которой дети ее едут. Они понимают, что образование здесь, в Казахстане, не совсем соответствует стандартам, которые нужны для молодого человека. Сегодня мы понимаем, что молодежь имеет доступ к многочисленным программам, онлайн-программам. Сегодня даже вот такие же программы YouTube дают огромную возможность доступ к информации. Информация сегодня не ограничена. И сравнивая подходы тех лекций, которые дают в лучших университетах, онлайн, и сравнивая с казахстанскими лекторами, конечно, разница налицо. Те материалы, то, что дают возможность ребятам интегрировать их непосредственно в свою жизнь, сегодня сильно отличаются на Западе и у нас. Есть и другой аспект, что сегодня университеты не стоит воспринимать только как источник знаний. Большая часть университетов связана с тем, что они дают возможность взаимодействия с друг другом. Хотел бы для казахстанских студентов обратить внимание. Не фокусируйтесь только на лекциях внутри университетов. Очень часто внутри университетов существуют клубы, существуют разные группы по интересам, центры компетенции. Большая часть навыков, компетенций, связи непосредственно с бизнесом, с академической средой происходит именно в этих институтах. Поэтому стремитесь. Важны не только университеты и лекции, очень важна среда, в которой вы живете. И сегодня она более продуктивна там. Другая причина связана с тем, как наши ребята после университета могут использовать свои знания. Сегодня ребята уезжают из страны, потому что они понимают, что те знания, те навыки, которые они получают на высшем учебном заведении, очень трудно применить на нашем рабочем месте в Казахстане. При том, что мы говорим, что мы готовы принимать молодые таланты, готовность организации очень слабая реализовать, распределить, распознать эти таланты на своем рабочем месте. Поэтому над этим надо стоит работать, чтобы мы четко понимали, какие таланты, какие достижения может принести молодой человек, как он может ее развить. И сегодня это большой вопрос. Сегодня ребята, приезжая, входя на рабочее место, понимают, что их оценивают совсем по другим категориям. То есть не важны были оценки в УЗИ. Они сегодня лучше по знакомству, можно найти рабочее место намного лучше. Что более объективная система, наверное, то, что мы хотели бы, она не работает. Что сегодня другие неформальные признаки дают больше возможности человеку внутри продвигаться, внутри системы, чем реально его оценки, знания, которые у них были. И сегодня они четко понимают, что сегодня реализовать они могут себя больше, что интересно не в родной стране, потому что там больше меритократии. Там больше связано с тем, как они могли бы реализовать свои успехи. Ну и, конечно же, мы очень сильно беспокоены тем, что при всем, что мы говорим, инклюзивность. Сегодня очень сильно ребята понимают, что лучшие знания они могут получить на английском языке, в втором случае на русском языке, и в третьей очереди, к сожалению, на государственном языке здесь. То есть методическая база очень сильно отстает. И те ребята, которые выучились на английском языке, не могут применить себя здесь. И это, наверное, проблема, вот, наверное, я связываю это и с программой «Болошак», что сегодня ребята из «Болошака» более overqualified, то есть они переквалифицированы по отношению к задачам, стоящим здесь. Мы не можем их интегрировать в нашу работу. То есть наше отставание непосредственно на самом производстве намного сильно отстает от тех знаний, которые мы даем. Мы даем слишком много знаний, и мы не можем их использовать внутри. Нам что-то нужно делать тем, чтобы отпустить возможность, чтобы в производстве мы могли бы начинать использовать эти знания. Пока сегодня бюрократия, то же самое, не позволяет это сделать. Поэтому и сегодня стоит очень большим вопросом, как быстрее мы могли бы интегрировать молодого человека. Потому что сегодня молодой человек четко понимает, что он ощущает себя в Нью-Йорке, Чикаго или, скажем, в Лондоне намного более инклюзивным, к нему больше рады, ему готовы предложить новые позиции, чем, скажем, в Казахстане. Иногда трудоустроиться в Нью-Йорке легче, чем трудоустроиться в Нур-Султане по позициям, по очень узким квалификациям. Поэтому этот, наверное, вопрос очень сильно нас волнует, и, наверное, выстраивание системы меритократии, она, наверное, является причиной проблемы, почему ребята уезжают. И, наверное, за нее надо решаться в первую очередь, чем за решение каких-то более поверхностных симптомов. Причина там. Мы сегодня должны четко понимать, какую квалификация, какие знания дают возможность человеку делать успешную карьеру внутри государственной системы, внутри казахстанских организаций и казахстанского бизнеса. Это первично. Спасибо, Эльдар, за очень интересную лекцию. Она мне напоминает только шведский стол, потому что каждый, кто ее послушал, найдет что-то для себя. То есть она будет интересна для представителей бизнеса, потому что ты выступал именно как бизнесмен и рассказал мне какие-то такие лайфхаки с точки зрения улучшения качества внутреннего управления в бизнесе. Она будет интересна представителям власти, потому что ты попытался адаптировать некие элементы бизнес-менеджмента в структуру государственного управления с точки зрения повышения эффективности бюрократии. Я думаю, она будет интересна и просто многим из тех, кто хочет свою личную жизнь улучшить с точки зрения тайм-менеджмента, управленческого определенного опыта. Поэтому мне понравились в той лекции вот эти тезисы о том, что вообще любая бюрократия, либо в бизнесе, либо в госуправлении, она должна уметь решать проблемы, а не создавать эти проблемы, не множить их. Потом интересный тезис по поводу человеческого капитала, по поводу того, что бюрократы не должны быть пожарниками, они должны быть больше все-таки аналитиками, которые должны предугадывать проблемы, а не в какой-то степени реагировать на какие-то симптомы, которые появляются уже в геометрической прогрессии. Поэтому большое тебе спасибо за то, что ты поделился вот этими разными аспектами рассмотрения этой проблемы. Я думаю, что эта проблема, она в Казахстане найдет разные методы своего решения. И вот то, что ты предложил в какой-то степени, я думаю, будет адаптировано кем-то, вот с точки зрения не теории, а практики также. Поэтому большое спасибо. Спасибо Доссам за приглашение, я рад был, наверное, сложной проблемой упростить ее, наверное, и сделать ее таким буфетом, как ты говоришь. У тебя это хорошо получилось, по камере это был очень вкусный буфет. Спасибо большое, я буду стараться в следующий раз тоже сделать еще более вкусный буфет. Надеюсь, что ты будешь гостем аудитории Казахстане в будущем, поэтому я благодарю за то, что ты вообще принял наше приглашение, и эту тему сложную решил как раз подать в таком интересном формате. Спасибо. Удачи. Вообще бюрократ считается одной из самых древнейших профессий, потому что бюрократия возникла с появлением первых государств в истории человечества. И в течение этих тысячелетий, пока существуют государства, постоянно шли споры и дискуссии, как сделать бюрократию эффективной. Эти споры до сих пор идут и идут во многих странах мира, хотя со второй половины 20 века, в начале 21 века уже появились очень хорошие примеры того, как действительно бюрократы превратить хорошего менеджера, чтобы работал не только на себя, а работал именно на страну, работал на граждан страны, пример Сингапура, Южной Кореи и так далее, по сути даже на постсоветском пространстве пример Грузии является очень интересным в этом плане. Что касается Казахстана, вот у нас часто телегу ставили впереди лошади в том плане, что пытались проводить административную реформу, реформировать бюрократию, но не занимались реформой политической системы. А бюрократия это часть этой системы, и без реформы всей системы не получится чего-то в позитивном плане изменить. И потом немаловажный момент, о чем уже говорил наш лектор, это меритократия, это человеческий капитал. Мы не сможем обновить наш бюрократический аппарат, структуру власти, если не будет подпитка свежей крови. Необходимо создание новых социальных профессиональных лифтов, которые могли бы снизу молодых талантливых управленцев поднимать наверх. Нам нужны государственники. Время учеников очень много, государственников не так много. Поэтому надеюсь, что лекции такого рода в какой-то степени помогут и представителям бизнеса, и представителям государственного аппарата, и представителям гражданского общества четко понять, какая модель, эффективная модель работы госаппарата должна здесь существовать. Я надеюсь, что эта лекция вам понравилась. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. А мы со своей стороны постараемся как можно чаще искать таких интересных лекторов и интересные темы, которые в какой-то степени повысят конкурентоспособность Казахстана в разных сегментах. Всего хорошего, удачи!